Французские специалисты уже построили подобные полигоны в Краматорске и Славянске. В этих городах, по словам инвесторов, проблемы с мусором решены. Благодаря новой евросвалке порядок планируют навести в Донецке, Макеевке и Ясиноватой. Полигон расположится возле Григорьевских отвалов. Займет площадь свыше 55 гектаров и будет перерабатывать 550 тысяч тонн мусора. Это позволит обслуживать свыше полтора миллиона человек в год. Полигон не представляет никакого вреда для жителей, находящихся в непосредственной близости. Ближайшие поселения расположены на расстоянии одного километра. Это будут технологии, ранее не использовавшиеся в Украине. Они соответствуют самым строгим европейским нормам. Воздействие на окружающую среду будет незначительным. То есть это будет излечение ресурсноценных компонентов с последующим захоронением останков. Их постоянно будут засыпать землей, на которой будут высаживаться зеленые насаждения. Не будет никакой свалки, которая будет гореть и распространять запахи. Проект предусматривает сортировку отходов. По мнению иностранных инвесторов, разделять мусор для людей постсоветского пространства не составит никакого труда, так как они привыкли сдавать, например, макулатуру и металлолом. Однако в местных школах все-таки проведут несколько занятий на эту тему. Для того, чтобы полигон начал работу уже в 2011 году, необходимо свыше 7 миллионов евро. А полное строительство обойдется в 39 миллионов. Половину этой суммы Донецкая область берет в кредит у Франции. Остальные деньги нашли в местном бюджете. Также 10% обещало выделить государство. Это цивилизованное складирование отходов, это получение биогаза, это генерация электроэнергии, это тепло, это строительство теплиц, это производство овощей в этих теплицах, то есть это замкнутая вертикально интегрированная схема. Мы за один год за свои деньги можем реализовать первый этап проекта. Эти 7 миллионов евро, это 50 миллионов гривен. Не вопрос, но, я подчеркиваю, это инвестиция в экологию. Еще один плюс – выгодный тариф для населения. Вывоз и переработка тонны мусора будет стоить около 9 евро. Это немногим больше, чем сегодня. При этом цена останется стабильной в течение 19 лет. Ровно настолько рассчитан новый полигон. Тонна – это 4 куба. И если мы на сегодняшний день берем 29 гривен 30 копеек за куб, да, то посчитайте, это 90 гривен за тонну мы сегодня берем. Там 9 евро, там 100 гривен. Здесь посчитано. Все. Они очень добросовестные. И поверьте, они не считали 1000 гривен заработную плату, извините, слесаря Васи или водителя Петра Ивановича. Они, наверное, туда положили как минимум европейскую заработную плату – 3000 евро. Сегодня на свалках региона около 100 миллионов тонн мусора. Новый полигон сможет переработать его всего за два года. Александра Христенко, Алексей Логвин, Панорама.